Это уже не первый случай заражения сибирской язвой за последнее время. Ранее в августе мужчина из Панинского района заболел этим особо заразным заболеванием при разделке туши коровы. Новые очаги выявили уже в сентябре в селе Лебединка Богучарского района. Там инфекцией заразились 8 человек и еще одного пациента состояние уточняется. Сибирская язва обладает глобальным распространением. Споры этой инфекции сохраняют свои инфекционные свойства в почве десятилетиями. Они не лихорадят и все абсолютно больные находятся с кожной формы данного заболевания. Это значит, что у них имеется проявление на коже, так называемый кожный аффект или сибирьязвный карбункул. То есть имеется язва с плотным покрытием, которое называется струб. Сейчас все заболевшие получают необходимую антибактериальную терапию и идут постепенно на поправку. Динамика положительная. Согласно наших руководств по ведению пациентов, сказано, что пациент может быть выписан только лишь при отпадении струпа, вот этого черного, который находится на кожном дефекте, на язве. В среднем отпадение этого струпа происходит через 20-30 дней от начала заболевания. Данное заболевание от человека к человеку не передается, но с учетом того, что возможен риск, например, развития, то есть при уходе за больным скотом, чаще это крупно-рогатый скот, при разделке туш, мяса, данных животных больных сибирской язвой, при выделке шкур, то есть при контакте с подстилкой и так далее, возможен риск заражения, то есть существует риск большого, скажем так, количества заболевания и поступления большого количества заболевших. Раньше до изобретения антибиотиков и прививок сибирская язва считалась смертельно опасной болезнью. Сейчас есть способы вылечиться от нее. Вспышки сибирской язвы ежегодно происходят в разных регионах страны. Но в Воронежской области про эту болезнь давно не слышали. Сегодня врачи сообщили еще об одном случае заражения. Инфекцию подхватил 15-летний мальчик. Он племянник фермера из Богучарского района, где произошла вспышка особо опасной болезни.